всем привет сегодня в моем видео будем пересаживать красавицу горденью будем готовить для нее грунт и немного расскажу об уходе за этим цветком горденью многие боятся выращивать за ее можем сказать капризность да это капризное растение очень я соглашусь с этим она реагирует буквально даже на почву и вот что ошибочно бывает да гордыния не любит кислую почву она любит почва чтобы была обязательно воздухопроницаемая и чтобы влага не задерживалась в ней она должна быть рыхлой то есть в почве должно должен присутствовать всегда песок этот кустик я приобрела уже давно он у меня уже дал прирост хороший вот эти большие листья вот эти уже темными стали светлая зелень он заложил у меня бутоны я его постараюсь сегодня аккуратно нет ни прям когда пересаживаю не нужно отряхивать старую землю просто переставлю горшок чуть больше потому что вот у него там уже корешочки у меня торчат из горшочка земля мне очень нравится для гордыни вот такая весь песок идет герновая и кокосовые субстраты вот она у меня просто до этого кустика был очень большой кустик прям знаете прям вот такой вот и вот я когда его пересаживала из горшка побольше потому что корневая система очень хорошо разрослась он у меня уже самостоятельно свел в домашних условиях то есть прекрасно себя чувствовал но как только посадила его специальный грунт для гордыни и все и он сразу у меня стал пропадать так что я его не смогла спасти уже высыпаю в емкость песочек хороший видите песочек такой хороший зернистый и вот кокосовый субстрат мне нравится именно вот такой вот вот такой субстрат даже знаете адениумом даже подойдет вот судя вот добавить еще немного сюда всяких разрыхлителей и прям прекрасно сюда я добавлю сейчас еще древесный уголь так как это цветущее растение я добавила еще горсточку почвы для цитрусовых просто боюсь что мне тут не хватит для цитрусовых тоже подойдет почва только туда нужно добавить песочка на дно обязательно нужен дренаж я дренаж видите прям горшке вот так у меня дренаж и буду вытаскивать вытаскивать ее можно так вот подавить горшочек слегка вот чуть-чуть вот так вот за веточки его подцепить прям аккуратненько ни в коем случае не повредить корешочки она этого не любит она очень чувствительна к пересадкам вот видите какие у нее корешочки причем знаете земляной ком у нее не сильно влажный она не любит переувлажнение почвы у нее очень быстро загниют корешочки если ее переувлажнить то есть все нужно в меру и вот так вот присыпаю земелькой я очень обожаю это растение оно очень красивое да еще цветет так прям цветами я вам сейчас обязательно покажу фотографии свои как она у меня цвета да и обильно могу сказать по моему опыту по уходу в загордении могу сказать что она не любит сильное такое знаете опрыскивание у нее начинают чернеть листья, кончики так что я ее вообще очень редко когда знаете бывает когда жаркие дни я ее могу вот вообще этот куст унести под душем ее просто промыть и все а вот так вот чтобы специально я ее опрыскивала я ее не опрыскиваю она у меня стоит на поддоне с керамзитом и я туда подливаю воду чтобы вокруг нее создавать влажность такую пересадку растения практически не ощущает то есть оно очень хорошо переносит такую пересадку грунт если знаете влажный то ее в этот день даже не нужно поливать будет и поливаю я ее знаете как с пульверизатора у меня такой как насосик и я просто вот здесь вот увлажняю почву а вот так вот чтобы насквозь горшок полить я такую процедуру делаю очень редко удобряю я ее раз в две недели я удобряю удобрения фертика для цветущих растений и обработка для цветущих растений обратите внимание на горшочек он у меня керамические причем я думаю это даже глина вот именно горденья любит именно такие горшки она не любит вот эти вот пластика ее лучше садить натурально и в этом кашпо она очень эффектно смотрится это не дешевый цветок и поэтому посуда у нее соответствующая тем более она не любит частых пересадок она не требует частых пересадок то есть я ее посадила сейчас думаю ну года два точно здесь я ее трогать не буду я ее принесла на ее законное место здесь вот у меня стоит такой вот поддон здесь керамзит и вода налитая вот я сюда ее поставлю она у меня по соседству с розами здесь окно на нее попадает солнце она любит солнце ну вот такие если прямые солнечные лучи у меня как раз притеняется там растениями и в принципе ее не обжигает у нее вот листва прям прекрасные у нее нету никаких коричневых пятен сейчас вот я ее немного совсем углажню вот так я ее поливаю в принципе ей этого достаточно ей не нужно чтобы у нее корни в воде стояли вот таким вот образом и еще один момент когда гордения не любит когда ее поворачивают особенно если она заложила бутоны она вообще чувствительная к перестановкам то есть у нее должно быть как и у всех растений свое место у нее такие листья прям большие наросли и здесь уже бутоны заложила вот новые совершенно когда цветет гордения такой аромат стоит на всю квартиру просто вообще очень вкусные ароматные такие цветы у нее всем спасибо увидимся в следующем видео спасибо за просмотр! Продолжение следует...